В 9 главе, да, откройте, можно открыть окна и двери, чтобы воздух зашёл. Нормально. Сделайте, пожалуйста, Слава. Там вот эту всю дверь откройте. Вот, и здесь, если можно, Данил, окно открытый раз. Если будет жарко, мы включим кондиционер. Нет, тут не надо, вот эту можно ещё. Вторую половинку, да. В 9 главе Иоанне Апостолом описано, как обращался Павел. Был Слав, но Слав потом Павлом, да. И вот обращение этого человека тоже показывает, что те стереотипы, которые были когда-то... Я подожду, все так матом наблюдают, сумеют открыть, да нет, да нет. Я в том, что он придумал этот механизм. Очень редко это делает, в основном я открываю. Поэтому лучше всех я умею открывать этот окно. У меня сейчас заняты руки. Даня, надо тебе потренироваться. Я тебе сделаю мастер-класс. Вот. Так вот, я о чём говорю? Что если бы мы посмотрели на Павла ещё в начале 9 главы, мы не могли себе представить, что Павел может измениться. Правда? Что этот человек станет вдруг верующим тот, который гнал церковь. Такого быть не может. Но Бог меняет этого человека. Поэтому, когда мне говорят, что вот этот никогда не сможет прийти в общину, я не верю. Я верю Священному Писанию. Я верю, что Бог всё равно может изменить человека. Я не знаю, кто-то молился за Павла или не молился. Но Бог коснулся этого человека. Десятая глава описывает язычника, то есть римского сотника, Корнилия, который обратился к Богу. В Кесарии был некоторым муж именем Корнилии, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошёл к нему и сказал ему, Корнилия. Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал, что Господи. Ангел отвечал ему, молитвы Твои и милостыни Твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли люди в Европию и призыви Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится прямой. Он скажет тебе слова, которые спасёшься ты или из дома Твоего. Когда ангел, говорившись к Амелиям, отошёл, то он призвал твоих из слух своих и благочестивого воина, и, находившись при нём, и рассказав им всё, послал их в илопию. Аминь. Я пока прокомментирую вот этот кусочек. Очень коротко. Главное, что я вижу в этом тексте, надо всё-таки нам закрыть окно, потому что есть люди, которые хотят 200% получать, я слышу, шабах. Да, закрывайте, включим кондиционеры, потому что мне мешает всё это сверление, когда люди точат. Меня, честно говоря, вообще я никогда не понимал этого. Чтоб в субботу работать, это надо просто... Только если в Египте, и ты раб тогда. Хорошо. И сразу кондиционер включаю и закрываем дверь. Там, слава, уже что-то сделайте. Не надо? Не надо? Не надо? Хорошо. Общим голосованием пока не закрываем дверь. Пока не надо. Ладно. Если кому-то станет жарко, скажите. Просто без окна у нас нет движения воздуха. Хорошо. Смотрите, что происходит. Во-первых, этот человек обращался к Богу. Мы очень часто тоже обращаемся к Богу ещё до того, как мы будем крещены Святым Духом. То есть до того, как Бог погрузит нас в Святой Дух, мы на каком-то уровне, на котором умеем, на котором знаем, мы всё-таки обращаемся к Богу. Оказывается, эти молитвы Бог слышит. Второй момент, тут написано «милостыни твои». Это то, что называется в иудаизме «цдака». То есть он благотворил. Он давал пожертвования, допустим, не в храм, как это делали людей, но он помогал тем, кто вокруг него. Это милостыня была. То есть он делился из своего с теми людьми, у которых нет. И вот это было перед Богом отмечено. Оно не пропало никуда. Наградой для этого человека послужило что? То, что он был крещен Духом Святым, он был спасён Духом Святым. Мы иногда хотим, чтобы в нашей жизни как бы отдача пришла в том же виде, ну, в материальном. Это неправильный подход. Библейский подход говорит, что есть вещи, которые невозможно измерить деньгами. Например, сколько надо заплатить денег, чтобы сейчас или до того кто-нибудь тебя написал в родословии царя Давида и Иисуса Христа? Сколько это стоит? Чтобы танк в Библии. Трудно вообще даже о таком говорить, правда? Это невозможно. Невозможно. Когда Авид Ваос, помните Ваоса? Буаз на иврите, да? Выкупил поля, которые принадлежали на имене. Женился на Руфе, родился сын. Этот сын унаследовал те поля, за которые заплатил деньги Буаз. Они стали его полями. Этот человек упоминается в родословии царя Давида и Мессии. Он прадедушкой стал Давидом. А тот человек, который родственник был и, в принципе, мог бы тоже там участвовать и быть, но он отказался. Мы даже не знаем, как его зовут. Когда Ваос выкупал вот это все, он не думал о награде. Он, знаете, о чем думал? Что ему надо исполнить заповедь. Он был благочестивым человеком. И для него было дороже и важнее исполнить заповедь о восстановлении семени и о возврате имения своему ближнему, чем выгода, которую он мог бы извлечь для себя. Что сказал тот человек, тот родственник? Я не могу этого сделать, потому что это расстроит мое имение. То есть, обеднею я после этого. А Ваос не обеднел. Правда же, нет? Знаете почему? Потому что Бог его благословил. И вот эти милостыни, они пришли на память перед Богом. Я хочу ободрить всех нас, чтобы мы не думали, что если мы что-то делаем доброе, если мы даем какое-то пожертвование, если мы даем цдака, или мы просто помогаем кому-то. Почему мамы не отвечают за именностью? Почему я это делаю, а со мной никто так не поступает? Когда человек ожидает что-то к себе, да, он будет разочарован. И если человек будет от Бога ожидать или искать в Боге награду свою, он никогда не будет в унынии, он всегда будет в радости, в ободрении, потому что нет никакого доброго дела, которое бы не было замечено Богом. Почему? Он праведный Бог, он справедливый Бог. Понимаете, точно так же, как Бог наказывает, потому что Он праведный, точно так же Бог воздаёт, потому что Он праведный. И думать о том, что Бог не воздаст, нельзя, потому что это неверие тогда. Обязательно воздаст. Но если мы ждём воздаяния от людей, это вообще не имеет никакой связи с Богом. Тогда ты должен вообще в другом направлении, двигаться. Но если ты верующий, если ты ждёшь отдачу от Бога, неважно, должно быть. Почему, например, в Писании написано, что если ты даёшь в долг кому-то, да, что надо сделать? Забыть. Почему? Чтобы не расстраиваться. Я вам скажу, у меня был случай, и я вообще всем вам говорю, в долг не берите и не одалживайте, особенно в общине. Всегда это плохо заканчивается, всегда это приводит к каким-то разногласиям. Почему? Потому что если у человека бюджет семьи, шесть тысяч шекелей, а живёт он на шесть тысяч двести в месяц, у него проблема. Даже если он живёт на шесть тысяч пятьдесят, у него проблема. Ему надо жить на пять восемьсот, а двести откладывается. Если это код пять тысяч, на четыре восемьсот жить. И если мы что-то отдали, можно забыть об этом. Но тот, кто взял, не имеет права забыть, он обязан вернуть. Нельзя манипулировать. Вот этот закон, он как бы для двух сторон дан. Для того, кто отдал живёт, знаете, почему сказано, чтобы забыть, чтобы человек не терял мир с Богом. Всё, нету другой причины. Для Бога важно, чтобы ты с Ним имел связь. У меня был случай, когда обратился человек, это было, не помню, уже давнение это было, и говорит, надо срочно тысячи шекелей верующих. Я не могу отказать, но тысячу я не могу дать. Я сказал, у меня семьсот, я могу дать тебе пятьсот. Почему я так сказал? Про пятьсот я могу забыть. Про тысячу, это уже очень сильно отразится на моём семейном бюджете. Я не могу ставить под удар свою семью, если кто-то не умеет распоряжаться правильно тем, что у него есть. С другой стороны, я могу помочь, я помогаю. Человек пришёл, вернул деньги, всё нормально. Но я ещё раз повторяю, я для себя посчитал, что вот эту сумму я могу дать и не требовать обратно. И всё. Я честно поступаю в данной ситуации. Это такой штрих. Далее, очень важный момент, шестой стих. Концовка шестого стиха. Значит, ангел говорит, что именно тот человек, смотрите, скажет тебе слова, которыми спасёшься ты и весь дом твой. В принципе, ангел мог по эти слова сказать, да? Но кто должен это сделать? Человек. Пожалуйста, первая петра откройте. Первую главу. Первая петра, первая глава. Двенадцать стих. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедовано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть и ангелы. Аминь. Ангелы хотели проникнуть в благовествование, но не им дано было это, а людям. Послание к евреям дополнительное место. Вторая глава, пожалуйста. Сестра Дана, мы потом послушаем твои песни. Здесь написано, кому покорил Бог в будущую вселенную? Ибо нет ангела, пятый стих. Ибо нет ангела, Бог покорил в будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говорят, что значит человек, что ты помнишь его, или Сын Человеческий, что ты посвящаешь его. Аминь. Это восьмой псалом, что Сын Человеческий, да, значит. И Бог покоряет вот эту вселенную не ангелам. И проповедовать, он дает не ангелам, а нам, людям. Мы просто не понимаем, что мы имеем, в своих руках. Мы не понимаем, что мы имеем в своем сердце и в своих уставах. Мы вообще не понимаем, сколько это стоит. Если бы понимали, то проповедовали бы. Это огромное богатство. Ангелы хотели в это проникнуть, но Бог говорит, нет, только они, смертные люди, получат вот эту привилегию, привилегию передавать благою весь друг другу. Потому что не вам будет покорена вселенная, а человеку. И поэтому здесь, в 10 главе, ангел говорит, вот он, тот человек, придет и скажет тебе слова, обратите внимание, которые не спасет святые и весь наутро. Читаем дальше. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа зашел наверх дома помолиться и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. И в нем находились всякие четвероногие земные звери, бессмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы это значило видение, которое он видел. Вот мужик, посланный Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему, вот, три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Петр, сойдя к людям, присланный к нему от Корнилия, сказал, «И я тот, которого вы ищете, за каким делом пришли вы?» Они же сказали, Корнилий сотни, муж добродетельный, боящийся Бога, ободряемый, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоей. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день встал, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они к Исаию, Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился пап, ногам ему. Петр же поднял его, говоря, «Встань, я тоже человек!» И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся. И сказал им, «Вы знаете, что к Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником? Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Аминь. Пока остановимся на этом. Во-первых, где находится Иопия? Вы знаете? Яфу, город Тель-Авив, Яфу – это портовая зона, правильно? В русском Иопии вообще не понятно, где это. Где находится Кейсария? Немножко севернее по побережью, да? То есть, между Яфой и Кейсарией всего день перехода был. Они туда пришли на следующий день, написано. Далее. Видение, которое видит Петр, вообще не имеет отношения к еде. очень часто ими, я это слышал сто раз, может, не сто, может, две тысячи сто, я не считал, что, когда речь идет о еде не кошерной, то, говорят, что Бог очистил, не почитай, не чистил. Но нигде в Писании не написано, что снят кошерут или когда Бог дает ограничения на животных, которых можно кушать, то там перечислены эти животные, правильно? Которых нельзя по именам. Все написано. Знаете, как мы на Еврике говорим, папируш с объяснением. Здесь же дало видение. Когда Петр это увидел, он стал думать, а что бы это могло означать. Хотя он был доводный, хотел покушать, но Петр не сделал выбор, что теперь можно пойти налогить ящериц или там еще чего-то и взять это и съесть. Он пытался понять, к чему это имеет отношение. В 28 стихе Петр объясняет сам, когда все соединилось, Петр понял, и он говорит, вы знаете, что иудею запрещено сообщаться и даже сближаться с иноплеменником. Но мне Бог, он говорит, открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. То есть вот эти животные в полотне символизировали другие народы. Они символизировали язычников, которым как бы был раньше закрыт доступ в общество израильское. Единственное, что они могли сделать, они могли принять ее и стать или пришельцами в еврейском народе, приняв на себя определенные обеты, ограничения, и только после этого они могли туда войти. Сейчас меняется как бы подход и Петр, который привык жить определенным стандартом, если хотите стереотип еврейского мышления, он очень не понимал, как можно идти язычникам проповедовать. А Бог ему говорит, то, что я очистил, мне почитать и нечистить. Другими словами, Бог говорит, что раньше, когда я давал свой закон, и когда я вам обращался как к народу со своим словом, то очень понятно, я объяснил, что вы должны быть светом для других народов. Что произошло? Евреи как бы закупорились, они законсервировались внутри своей среды, и только те, кто туда пробивались как-то, уже они могли там быть. Но та функция, которая должна была быть ими исполнена, не исполнялась. Они монополизировали Бога, сделали Его своим Богом, а там те, как хотят, пусть живут. А Бог хотел, чтобы евреи, узнав о Боге живом, говорили об этом всем остальным. То, что в Писании говорится, были Светом для других народов. И Петр, когда вырос, он вырос с этим пониманием, евреям нельзя с язычником сближаться или как-то общаться. Но я хочу вас спросить, а есть ли такое в Торе? Нет. Нет. Это уже правило на правило. Такого нет. Написано, да, если кто-то хочет кушать Пасху, должен обрезаться. Потом можно. Но Пасха это исполнение праздника. То есть фактически человек становился под власть Бога. Но общаться, сближаться, говорить, такого нет в Писании. что нельзя. Люди же торговали, люди же имели какие-то внешние связи и так далее. То есть это уже было потом каким-то образом введено в человеческие какие-то дополнения или аллоход. И естественно для Петра это было нормально. А Бог ему нет. Ты пойдешь в дом кормилия. Я думаю, что немного было таких сотников, потому что все такое сотник. Вы знаете, да? Это римский командир в римской армии, у которого в подчинении сто человек. Да. И вот смотрите, что делал Корнилий. Ему ангел конкретно говорит, куда пойти, как зовут, адрес, все. И он посылает туда людей. А сам в это время постится, пока они придут. Но он не просто постится. 24 стих. в следующий день пришли они к позвать кого-то. Но Корнилий не сидел просто так. Как бы, ну Бог все сделает. Это промысел Божий. Корнилий собрал и хотя бы людей всегда дома. Правда? Причина была. Я не знаю, что он им говорил. Наверное, он сказал, у меня видение было, я уже послал с этим человеком. Он должен прийти, еще важное рассказать. Приходите. К Миле не он авторитет, иначе никто не пришел. У своих друзей. Написано даже у неуятения. Он был очень уважаемым человеком. Это говорит о том, что он был добром рядачным. Он был честным. Он был справедливым человеком. У него было доброе имя, то, что называется. Знаете? Бааль Шен Тох. На еврите это называется. Он был, имел доброе имя. Как нам иногда не хватает иметь это доброе имя, чтобы просто те, кого ты позовешь, пришли. Я не могу сравнить себя с Камилем, вы знаете, но я вспомню в моей жизни не был в этом случае. было очень, как бы, для меня приятно. Когда мы уезжали в Израиль, и я позвонил своему товарищу по институту Диме Горгалову, и я многих обзнаю его. И я говорю, вот я уезжаю и так далее попрощаться. Я не делал проводы, ничего. И Дима сказал, я у себя дома соберу всех. Придешь, я говорю, приду, обязательно приду. И он жил, тут нету много, да, Кирилля, улица, да. А тогда он развал от улицы Жирановского, я сейчас не помню, Жирановский, я помню, сейчас это она, 58-й номер. Мы часто собирались у него дома, и он собрал всех, он нашел людей, с которыми я не виделся уже много лет, очень много лет. Было прилично народа, и естественно на столах было выпивка. То есть он потратил деньги, он открыл столы, все купил, и людей собрал, чтобы они пришли и попрощались с ним, понимаете? И мы приехали с моей журнью, и я сказал, что я не пью, потому что я верующий, все были очень удивлены, рассказывали истории, которые мы вместе переживали тогда, вспоминали как бы прошлое, и люди увидели, что я не себя не один на это все. Я сказал, я хочу помолиться. Конечно, для них это было очень странно. Я встал и помолился, я подозвал Бога, помолился за всех на них, перед тем, как мы начали кушать. потом мы общались. И мы все свидетельствовали по Богу, и мы все поровлетовали в Мессии. Я не знаю, кто-то поверил или нет, но я хочу вам сказать, что очень важно нам жить так, чтобы если мы чего-то попросили, если нужно расскажем, чтобы люди отозвались на это. Чтобы мы имели какой-то вес в глазах тех, кого мы окружаем. Знаете, мы очень часто говорим на очень духовной теме. Правила такие мы духовные весны. Но разве быть человеком, у которого есть хорошая репутация, это не духовно? А разве быть человеком, у которого есть доброе имя, человеком, который, если сказал, он в лепешку разобьется, но он это сделает, разве это не духовно? И вот если мы такими будем, и потом скажем о чем-то, нас услышат, нам поверят, потому что верят и в другом. Помните, я еще говорил, как вы мне поверите, когда я вам говорю о небесном, когда вы не верите мне о том, что связано с землей. Вот я вам говорю простые вещи, а вы не можете поверить. когда люди нас знают другими, а потом видят эти перемены, да, они, может быть, сразу не побегут в общину, но, поверьте, задумаются. Задумаются, потому что я помню, до того, когда мы уехали, я приглашал Димона, приезжал на родное крещение, да, когда мы делали это, организовывали все. Приезжал в общину пару раз, по-моему, да, на родное крещение точно я помню, что он был. То есть я пытался как-то говорить, и человек не воспринимал это ха-ха, а он серьезно, он понимал, он говорил о себе, я не готов, но относился он с уважением к тому, что происходит в моей жизни. И я был тогда очень удивлен, когда он сделал эту встречу, вот эту. я благодарен Богу за то, что он это сделал. Когнили ожидал. Я хочу сказать, я очень хотел об этом сказать, когда мы приходим в общину, нам нужно приходить в сердце Когнили, ожидать действия Бога. Мы не можем приходить в общину в опухах и с задышкой. Приходите, мы открываем здесь за час, если кто-то хочет прийти за полтора часа, я буду только рад. Приходите заранее, готовьте свое сердце, уже дома, молитесь. Должна быть подготовлена земля, чтобы семя туда упало, чтобы оно там проросло. С 30 стиха. Да, Петр вот говорит, 29 стих, «Поэтому я, будучи поздан, и пришел беспрекословно, и так спрашивают, для какого дела вы меня призвали?» Посмотрите, как Петр говорит, очень конкретно, он этих людей первый раз видел. Но он говорит, «Мне было велено к вам прийти, я пришел беспрекословно, а теперь говорите, для чего вы меня позвали?» Знаете, пешком в саде пойти из Тель-Авива сюда в Кесарию, а потом прийти и спросить, для чего вы меня позвали? Кернили сказал, четвертого дня друзьям рели и опустился до теперешнего часа. И в девятом часу молился в своем доме. Девятый час это три часа дня. Ближе к вечеру это было. И вот стал передо мною муж светлой одежды и говорит, «Кернили, услышана молитва твоя и милостей твоей вспоминут перед Богом». Итак, пошли в опе призвали Симона, называемого Петром, он крестит в доме кожевника Симона при море, он придет и скажет тебе, тотчас я послал к тебе и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что поверено тебе от Бога. Ну вот вздумайтесь, сотни, у него есть чем заниматься. А здесь это все рассказывается так, как будто это самое главное событие в его жизни сегодня. И так это и есть. Петер отверсти устал и сказал истинно поздно что Бог не лицеприятен. Теперь смотрите, разве Петр не знал из Танаха и Свисания, что Бог не лицеприятен? Знал или нет? Знал. А демитировал, кто думает, что он знал. А сейчас демитировал, кто думает, что он не знал. А теперь раздвижавшийся. есть люди в зале, которые вообще не принимают участия. Я честно говорю, как бы огорчен, потому что я не вижу в этих вещах манипуляции. Ну, если вы не хотите общаться со мной, как хотите. Теперь смотрите, одно дело знать, что Бог не лицеприятен, а другое дело очень увидеть, что Он не лицеприятен. Это разные вещи. Петр сейчас реально пережил, что Бог не лицеприятен. Для Бога не важно, язычник ты еврей. Он хочет, чтобы не макаяц. И Бог для этого использует свой народ еврейский. Потому что изначально это было идеей Бога, чтобы евреи рассказали язычникам о Нем. И вот Петр приходит и рассказывает. И сейчас вот проповедь Петра. Он послал сына Израильев Слово благовествую мир через Иисуса Христа. Сей Господь для всех. Смотрите, нам все время сейчас говорят, кому это слово обращено было. Ко всем людям не к явлениям торга. А Петр говорит, послал сына Израильев почему-то. Не знаю, про святого может что-то не то говорит. Это же канон все-таки. Знаете, не хочется людям это принимать, что именно к еврейному послану был Мессия. Конечно, потом это все распространилось и дальше, но Иисус не выходил за пределы Иисуса. И он об этом тоже говорит. Поэтому доктор здесь цитирует то, что он сказал ему Андре Дмитрию Я послан только ковца дома, Израилева. Помните? 15-е глава Евангелие от Матфея, когда он говорит самарянки. Он говорит, нехорошо взять хлеб и отдать его собакам. Я послал только вот сюда к евреям. сегодня сегодня это глава могут побить на территории церкви. За то, что вот так говорится. Но это то, что здесь написано. Это то, что в Библии. И Патр говорит. он послал сынам Израилевым слово благовествовав мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вот тут он говорит, послан к нам, чтобы нас пробудить, чтобы нас натолкнуть. но он Господь для всех. Почему? Это потому, что об этом написано в Танахе. Потому, что написано еще в Торе Моисея. Когда Бог говорит Аврааму свое обетование, он говорит, в тебе благословятся все племена земные. Это в твоем семени, то есть в Мессии, который должен потом прийти. И вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная в Галилее, после крещения проповеданного Иоанна, как Бог Духом Святым и Силой помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому, что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на дрели. Всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелем, предызбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресению Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякие верующие в Него получат прощение грехов именем Него. Аминь. Вот это проповедь Петра. Обратите внимание, проповедь в трех стихах выражена. И все. Его убили, Он воскрес, а нам повелел проповедовать людям и свидетельствовать, что Он определенный от Бога судья для живых и для мертвых. И главный вот 43 стих. О Нем все пророки свидетельствовали, что в Его имени есть спасение. Смотрите, что происходит. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился иноязычников, ибо слышали их, говорящих языками и величавящих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить погружаться в воду тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили пробыть в Него несколько дней. Аминь. Они попросили Его побыть там, чтобы Он им мог рассказать побольше, чтобы Он мог им раскрыть как бы то, что им не ведомо. И они жаждали этого слова. Вы знаете, сегодня люди присытились уже словом. Задеемся в простым языком говоре. Уже не хотят. А наступит время, когда будут искать это слово и не найдут. Будут ходить от моря и до моря, чтобы проповедь послушать. Одну проповедь и нет. Такие времена нас сюда. Мы сегодня не ценим. Знаете, человек начинает ценить что-то, когда есть дефицит. Когда всего много и у каждого есть. Никому не нужно. И это неправильно. Потому что это имеет отношение к вечности. Поэтому я хочу сказать, возлюбленные братья и сестры, давайте мы будем благовествовать, давайте мы будем делиться словом, давайте мы будем собирать родственников, которые не хотят приходить, приводите их в общину. Приглашайте братья домой, пусть проповедуют у вас дома эти люди. Хоть что-то надо делать. Время же уходит. Давайте будем ожидать, что Бог будет говорить в наше сердце. Не будем пассивными, не будем ленивыми духовно, а будем активными. для того, чтобы распространить это Евангелие. Если Бог нас спас, это же то же самое, когда Бог призвал евреев. Очень похожая схема. Для чего Он спас тебя? Чтобы ты был царским лесом, так Он мог сразу тебя туда взять. Но пока еще не взял. почему? Потому что не ангел Бог предопределил это все это аминя, потому что не им верен в Евангелии вы выставали, а нам сами. И Бог хочет, чтобы ты на этой земле не просто был верующим, а был активным верующим. Чтобы ты благо место чтобы раз восстанял этой Евангелии и не стеснялся его говорить и не боялся что кто-то посмеется. Вы знаете, если Господу плевали в лицо, а мы хотим избежать этого, не надо бояться. Можно молиться, чтобы этого не было. сохранил, если будет не осень. Но надо научиться. проповедовать. Я почему вот время от времени говорю эти проповеди, чтобы показать вам, как проповедовать в Израиле. Здесь нужно проповедовать так, чтобы тебя услышали и начали просто думать об этом. В Израиле не получится проповедовать, сразу побегут все каяться. потому что есть определенные барьеры. И нужно говорить на языке этого народа, чтобы тебя кто-то услышал. Вот мы сейчас тут прочитали текст, несколько раз написано, да, Бог был с ним. Почему Петр не написал, что он и был Бог? Как вы думаете? В христианском мире, протестантском, да, особый акцент ставится на то, что решило Бога. С этого начинает проповедь Евангелия в Израиле. Натыкается просто на непровередимую стену. Понимаете, еврею нельзя начинать проповедовать с того, что Иешуа это Бог. Это уже уровень теологии. Этим надо заканчивать через несколько лет общения с человеком. Но начинать надо с того, о чем говорили пророки, кто есть мессия, пророчество исполнившееся в Сыне человеческом. Начинаем с конца этого не выходит. Я хочу, чтобы у нас получалось, чтобы мы правильно проповедовали и не стеснялись. Потому что если сегодня вас спросят какой-нибудь противный лидер, а как ты проповедуешь, ты ему скажешь, ну вот, я рассказываю про рома, скажешь, мне это неправильно, ты должен сказать, во-первых, он родился от Святого Духа, во-вторых, он есть Бог Сущей. И подальше где-то написано в Евангелиях, да, прежде чем между Абрамом, вот я есть, ну и так далее есть место. Но люди не понимают, что здесь на этой территории этим надо заканчивать проповедь. Причем не сегодняшнюю, а это только что должен человек постепенно прийти. А для священного именно так начало проповеди случилось, что он есть Бог. Так что мы не для грехов не было проблемы. Поверись в том, что какой-то человек есть Бог, который пришел на сверху. У них как император Бог был. Для них этот стереотип очень знакомый, очень простой. Есть очень много отличий. И когда мы делаем наоборот, мы проповедуем евреям как язычникам, нас не слушают. Люди удивляются. А почему? А потому что неправильно говоришь. Павел в своих посланиях буквально дал заповню, по которой надо проповедовать. Никто на это не обращает внимания. Мы говорим, все время ты должен быть как еврей. Ты не можешь быть евреем руссиязычникам. Такого не официального даже. Но люди хотят. Почему? Потому что у них есть уже какой-то опыт. И они пытаются его перенести с одной территории на другую. А вот этот барьер его поставил Бог. Не люди. Поэтому надо ожидать, нужно собирать родственников, друзей, и дать возможность сказать человеку, который знает, что сказать, если вы не знаете. Сделайте то, что сделал ко мне. Совет ее помолимся. Продолжение следует...